Перед нами особенное время, время посвящения деток Господу. Сейчас под ваши областменты я хотел бы пригласить сюда на эту сцену деток вместе с их родителями. Сегодня Богу будут посвящаться Асача Нелли Руслановна, Бугоец Илья Вадимович, Шамаханов Михей Александрович, Иванов Дмитрий Алексеевич и Загульска Ева Иосифовна. Поднимайтесь, пожалуйста, дорогие родители с детками. У нас сегодня осень, урожай, деток тоже замечательные детки. Огромное благословение. Дорогие родители, сегодня мы будем помазывать ваших благословенных деток, посвящать их Господу. Но прежде хотел бы дать вам коротенькое наставление. В Псалме, в 127-м Псалме, с 1-го по 5-й стих написано, «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих, блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем, сыновья Твои, как масляничные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». Посмотрите, что написано про деток. В деток написано, что они как масляничные деревья вокруг трапезы Твоей. Почему Давид сравнивает их с масляничными деревьями? Почему не с могучим кедром, который могучий, высокий, крепкий? Почему не с ценным кипарисом? Почему не с красивым миндалем, а именно с масляничным деревом, с оливковым деревом? Можете посмотреть на экране вот это вот самое масляничное дерево. Оно на самом деле не имеет никакого-то вида, величия, но его ценность, его сила в том, что ему не страшны никакие бури и ураганы. Многолетние засухи. Многолетние засухи уничтожают целые леса, а эти деревья стоят. И именно секрет в том, что их, эти деревья, питают и держат корни. Секрет в том, что, секрет в их корневой системе. Корневая система настолько сильна, что, думайте, 7 метров в глубину и 10 метров в ширину. Порой эти деревья сплетаются под землей друг с другом и стоят, держат друг друга. Что бы ни происходило вокруг, они сильны, но их сила в корнях. Ключ этой силы в том, что они питают друг друга и держатся друг за друга. Они непоколебимы. И что бы вокруг ни происходило, они крепкие. И эти деревья также Бог использует в себе в сужении. Бог часто говорит о том, что и оливковое дерево или массичное дерево употребляется в сужении для него. К примеру, эта веточка оливкового дерева была принесена голубям вновь в ковчег. Из оливкового дерева из ствола и корней были сделаны ворота святых, хирувыми, которые смотрели на заповеди, на ковчег завета. Из этого дерева делается масло, которым помазываются цари. И из этого дерева делается масло, из которого был помазан также Иисус Христос, когда Мария вылила на него свое масло мира. Ветками этого дерева прозглашали осанна, когда Иисус въезжал в Иерусалим. Бог особенным образом отмечает это дерево. Именно таким деревом, именно такими видит ваших деток аж дорогой Господь. Именно таким, но при одном условии. Если их родители будут богобоязнены. Если вы будете ходить его заповедями, чтить Бога, ходить Его путями. Другими словами, у всякого, кто будет глубоко уважать Бога, кто будет ходить Его путями, кто будет ходить, уважая Его, чтя Его заповеди, самим корнем будет Бог. К вашими корнями будет Господь. Он вас будет держать. Он вас будет защищать. Он вас будет питать. И тогда никакая бы засуха, чтобы не пришло в вашу жизнь, какая бы буря не шатала, вы будете крепки. Ваши дети будут крепки. Вы будете держаться, потому что сам Господь, сам Бог вас держит. Сейчас мы будем помазать ваши детей елеем. Елеем, которым когда-то помазывали целей. Но самое главное помазание в их жизни будет ваша богобоязненная жизнь. Церковь, давайте мы поднимемся. Будем помазывать этих деток, отделяя их Господу. Помазываем во имя Господа Иисуса Христа. Помазываем и отделяем во имя Господа Иисуса Христа. Помазываем, благословляем, отделяем во имя Господа Иисуса Христа. Помазываем, благословляем во имя Господа Иисуса Христа. Помазываем, благословляем во имя Господа Иисуса Христа. Господь Святый, мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим за то, что Господь, Твоя рука не устала благословлять, не устала, Господь, поднимать, защищать и прощать. Боже, мы просим о том, чтобы Ты благословил этих детей. Боже, дай им сил, дай им крепости, дай им здоровья, Господь, дай им мудрости. Боже, благослови их хорошими друзьями. Благослови, Господь, их хорошим здоровьем. благослови их прекрасными семьями, Боже, благослови их будущее, и особенно благослови их служение перед Тобою. Боже, мы также просим за родителей, дай им мудрости, дай им крепости, Господь, дай им финансовую, Господь, стабильности, дай им, Господь, силы показывать, насколько они близко к Тебе, показывать своим детям, насколько они ходят близко с Тобою, Твоими путями, Господь, соблюдать Твои заповеди, Господь, чтить и уважать Тебя, чтобы, Господь, эти дети стояли перед Тобой всегда, и чтобы ничто их не поколебало. Боже, благослови, Господь, защити, помашь, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Эти плосметы для вас. Мы хотели бы также вручить вам подарки. Это рамочки БОС Илья Владимирович. Где он? Держи, это твое. А мы будем поздравлять их также. Самаханов Михаил Александрович. Иванов Дмитрий Алексеевич. Асадча Нелли Руслановна. И Загурская Ева Иосифовна. А также Библии. Обязательно уже сейчас начинайте вместе с детками читать, листать. Рассказывайте им интересные истории из этих прекрасной книг. Пускай Бог благословит вас, наполнит вас своим словом и своим благословением, которое Он приготовил для каждого из вас. Вы можете присаживаться, проходить свои места. А мы будем хлопать и радоваться вместе с вами. Он любит вас, так любит вас, так любит вас, я знаю, любит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...